Утром пятницы в поселке Горького пожилой водитель спровоцировал аварию, в которой оказались повреждены два автомобиля и стена продуктового магазина. Сайдинг торговой точки был поврежден после того, как уже неуправляемая Toyota Crown врезалась в стену здания. За пределами проезжей части оказался автомобиль и второго участника событий Toyota Caldino. Первоначально в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в этом ДТП пострадали люди. Но когда экипаж прибыл на место, участники столкновения заявили, что за медицинской помощью никто не обращался. Как все произошло, инспекторы смогли увидеть воочию на записи камеры наружного наблюдения, установленной на магазине. В объектив как раз попадает пересечение улиц Энтузиастов и Молодежной, перекресток на котором и произошла авария. Водитель Crown, мужчина 1946 года рождения, движется по улице Молодежной прямо в сторону улицы Горького. В данном случае это второстепенная дорога. На записи видно, что пенсионер терпеливо пропускает транспорт, движущийся на перерез по главной дороге. Во встречном для мужчины направлении тоже стоит иномарка, водитель которой также стоит на месте в ожидании подходящего момента. Когда главная дорога кажется свободной, этот шофер начинает движение. То же самое делает и водитель Crown, выезжая на перекресток. Однако из-за гололеда выполнить маневр быстро не получается. Когда пробуксовывающий Crown оказывается на середине перекрестка, в поле зрения появляется универсал. В результате удара оба водителя теряют управление и машины выкатываются за пределы проезжей части. Камера опосредованно зафиксировала шоковое состояние пенсионера, сидевшего за рулем седана. Он сжал на педаль газа до последнего, даже когда машина уже уткнулась в стену. В числе поврежденного имущества оказывается и дорожный знак «уступи дорогу», предписание которого и не выполнил шофер седана. Страховой полис у нарушителя имелся. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.